Андрей, добрый вечер. А если глобально, есть ли смысл пытаться удержать личные отношения, если процесс виртуализации нашей жизни все равно не остановить? Не лучшим ли будет попробовать найти решение психологических проблем общения в непосредственно виртуальной реальности, как системе, где мы уже все давно живем? Ну, слушайте, не лучше. Мы с вами люди, мы с вами биологические существа. У нас есть с вами биологическая потребность просто в тепле. Понимаете? В эмоциональном тепле. Вы никуда от этого не денетесь. Возможно, когда-нибудь создадут ту самую 3D-симуляцию, в которой искусственные аватары будут способны создать у вас освещение. Знаете, есть такой сериал «Черное зеркало». Можно я скажу три слова? Сериал «Черное зеркало». И там есть гениальный совершенно эпизод. Там девушка полюбила парня, они уехали вместе жить за город. Потом этот парень погибает, девушка по нему страдает. И дальше она виртуально начинает общаться. Компания предоставляет ей возможность по его социальным сетям воспроизвести его аватары и общаться с ними. Она начинает с ним общаться, чувствует его как живым, разговаривает с ним. Потом эта компания говорит, слушайте, а мы вам можем его, у нас пробное это, мы можем вам прислать его целиком, сделанным из этого всего. Будет как настоящее, не отличите. Но она долго мучается, потом заказывает, ей приходит ее парень, точно такой же, вообще не отличишь. Общается, все там и так далее. И ей вдруг становится просто невыносимо с ним при всей любви. И дальше гениальная сцена. Я умею различать гениальные сцены в кинематографе, я на этом специализируюсь, я много работал. И это гениальная сцена. Она ругается на него и говорит, пошел вон в спальне. Он становится и уходит. И она говорит, вот, настоящий Жек никогда бы не ушел. Понимаете, вот нам нужно реальное сопротивление. Это же не просто, чтобы нас облизывали. Понимаете, если вас начнут облизывать, у вас скоро тошнота начнется. Вам нужно живое, реальное общение с реальными людьми. Сопротивление, понимание, поиск отношений и так далее. Поэтому и тепло, и человеческое тепло. Только тогда будет счастье, когда тебя понимают, не будет ощущения одиночества, не будет ощущения бессмысленности существования. Чего я всем и желаю.